всем привет еще раз 18 февраля у нас сегодня солнце я поверить не могу ну бывает и такое вода стоит никуда деваться не хочет но речь не о том сегодня хочу сегодня сделать видео я конечно спецпостом у меня их больше более 50 штук разных и флорибунда и гибридные мускусы и чайно гибридные и кустовые штамбы и плакучие штамбы но вот скажем так в англии это безумно дорого делать подпору опору хорошую это то что у меня стоят вот так вот на кольях я еще раз повторяю очень многие спрашивают это некрасиво среди по зеленая все от воды аж светится прямо на этом очень спрашивают многие типа зачем вам такие страшные но еще раз повторю у нас жуткие ветра ломает колья в прошлом году заменил около 12 сломанных кольев вот такой кол это где-то 4 5 сантиметров диаметра есть ставлю иногда вот на такие вот этот кол заменен был недавно потому что просто перегнил и сломался тоненькие опоры нас не спасают нас летает все ломать все когда ну в общем речь об опоре для штамбах поискала в интернете хорошая опора на заказ простая труба железная с ободком в районе 200 фунтов но это просто космос потому что если я каждому штамбу такую опору вынуждены буду купить то это просто я ну разорюсь на самом деле вот нашли мы соседа нас кто варит любитель очень хороший человечек и вот он нам сварил вот такую первую конструкцию на самом деле сейчас все расскажу она не особо удачная потому что она первая я не хочу ничего плохого сказать это первый опыт первая штука поэтому они все были учтены мелочи но сейчас все покажу вот мой первый штамп посаженный это штамп кого-то за 4 seasons который мы привезли с мужем с францией в этом году штамп очень высокий у него рост ствола в районе заявлен был метр сорок при покупке но он пришел в районе метр 60 вот такой вот длиннющий штамп но я так понимаю это почему покровная роза и продавалась она как плакучая роза то есть он в принципе будет очень-очень длинным свисать по земле стелиться но он по земле тут не будет на штампе поэтому вернемся к опоре ну вот в принципе все очень просто приварены простые этот экспериментальный экспериментальная пора делалась из обрезков то есть из подручного материала что оставалось поэтому сделаны были вот такие вот ну я бы вот не хотела не больше устраивать тонкие вот такие перекладины также хочу сказать что труба получилась очень тяжелая надо что-то искать легче какой-то материал в но вбили другой плюс что она когда мы ее вбили но убили мы ее очень глубоко и стоит она просто каменно то есть мне не нужно сейчас ставить больше кол но вбивали мы конечно ее я скажу потратили очень много усилий на этом но она встала вот еще один недостаток это вот из такой же из такой же из таких же обрезков был сделан вверх получился он острый острый край то есть в принципе надо что-то какую-то трубу просто чтобы когда роза будет ложиться на опору этот острый край не ломал ветки под собственной стяжестью поэтому вот мы сможем сейчас в принципе мы сгалились а я клуб очень милой ручкой вот и мы с ним просто разрезали шланг пополам и положили сверху чтобы по крайней мере он давал такое мягкое то есть он круглый получился но при пришлось конечно притянуть проволочками все это понятно что это клуб очень милой ручки да это все не неправильно но на самом деле как бы все вышло вот поверхность получилась округлая мягкая то есть розы ломать не будет и в принципе я очень довольна ну вот посмотрите какого штука получилось вот сегодня посадили установили отойду вот такой огромный штамбина сейчас еще стою вот такой вот огромный штамбина вот ну вот сразу покажу штамп высокий с метром стволом вот он рядом и вот это вот ну вот вот такая вот штука смотрим сейчас по материалам будем думать из чего изготавливать чтобы не так дорого выходила ну в общем я я пошла называется все получилось все посажено все я очень довольна будем буду заказывать потихонечку следующий так как у меня у нас еще есть два штамба это у меня розариум уэттерсен сейчас я в этом месте себе приберусь два длиннющих штамба это розариум уэттерсен на тоже на ноги метр пятьдесят вот он и флорентина то есть вот два длинных штамба мне нужно будет опору вот и они пойдут рядом с плакучими вот но в это место так как здесь у меня опор нет поэтому мне приходится утяжелять сломался но все равно он живой смотрите вот но с излом есть да ну пускай будет я не буду отрезать час вот так вот они ломаются если нет опоры очень хороший пример кстати вот так они лопаются потому что если плеть длинная вот она смотрите какая она достает до земли при стволе метр тридцать метр сорок ухты завалила бедные там ветрами надо поправить вот поэтому мне приходится привязывать грузики да и чтобы создавалось пигирование чтобы активировались посмотрите все боковые почки у розы поэтому мне пришлось привязывать такие у нас называется татсан сикер такие отражатели солнца они блестят ну вот такие интересно смотреть летом на них но вот ветром вот они уже лежат два ветром их срывает и также роза видите что происходит она ломается поэтому под такие подпоры обязательно нужны вот посмотрите рамблинг розы это молодая молодая розочка нее еще все впереди вот я ее в этом году еще не обрезала я не буду обрезать в этом году я и дам расти очень много побегов из одной точки то есть принципе она пришла в прошлом году уже такая вот такой нарост странный у нее но что есть есть будем работать еще мне видите как не нравится что кол намного ниже подвязано здесь то есть здесь нужна опора но уже в опору он не войдет потому что мне вот это вот не засунуть будут будет все в опору и здесь есть риск как при ветре при очень сильном ветре а у нас до 30 от 30 до 20 до 40 метров в секунду при таком ветре есть риск что розу просто вот так хрязь и она шапки просто отломится но вот это единственный возможный длинный кол который у меня был который я могла заказать кол метр восемьдесят но есть естественно пока его гонишь чтобы он стоял вот естественно длина теряется ну вот как то так всем хочу показать как мы живем гортензии в воде это все в воде все розы в воде ну подумаем что-то на этот счет в этом году ну вот я хотела у меня муж кофе сидит на солнышке вот хотела я вам показать про опоры это интересно и кому интересно подписывайтесь на мой канал